Всем привет, с вами Рэйвен, и сегодня мы продолжим играть в такую замечательную игру, как Игра Престолов. На сей раз уже второй сезон. Ой, эпизод. Я меч восьми, я дозорный на стене Джон Сноу. Возможно, он появится у нас в этом эпизоде. Начнём. Первый мне очень понравился. Это было классно. Надеюсь, остальные будут такие же крутые. При загрузке здесь жестко фпс просидевать. Ранее в Игре Престолов. Убили нашего пацанёнка того, Биттана. Биттана! А! The Northgrove must never be lost. You're sending him to the wall? The boy's done nothing wrong! The future of this house is in Lord Ethan's hands now. I've decided to name you as my sentinel, Sir Loiland. Я просто боюсь о моей семье. Рой не мог бы предложить помощь для твоей семьи. Ты готова рисковать с Крымой? Это риск, что я буду принимать, Lord Tyrion. Моя мама просила меня на дороге моря, чтобы найти твоя брата, Расши. Мы не хотим мальчиков в этих стенах. Ты можешь быть моим храмом. Я не знаю, может быть, он жил, если бы я отдал ее. Хотя может он бы убил меня в любом случае, кто знает. Он отлевает там, что ли? Искорпион какой-то бежит. Ашер Форестер. Никаетри дня после освобождения. Вот его, брат, значит. До этого его не показывали. О, это я от БСХ. Что-то ты долго. Твой Эль нагревается. Или уже нагрелся. Пока что он не похож на психа какого-то. Ухшин. Прекрати мельтешить, они скоро придут. Слабая выпивка даже по сравнению с северным Элем. Пятно. Это вино? Или кровь? Попробуй, знаешь? Давай попробуем. Это кровь. Ой, как смешно. Неплохо бы прибраться, я пожаловалась к владельцу, жаль, что он мертв. У меня появился топор. Похоже, мы не первые, кто обосновал это место. Пятный митий уголок. Ароматный. Ладно, давай с тобой поговорим. Эльф входит с желтым и входит с желтым. По-моему, пить его поставит рату времени. Он не так плохо, учитывая, что мы нашли его в заброшенной таверне. Как думаешь, пахнет пуплясием? Это единственная юнкая, что так не пахнет. Я знаю, это же рай для воров, убийцы чертовых бастартов. Ты должен чувствовать себя как дома. Я уверен в этом. Ты пьяна? Ты пьяна, не знаю. Не, я отрезвая. Ты мне все еще кажешься уродом. Повторим. Неужели ты забыла о нашем достопочтенном госте? Иди посмотри, дышит ли он. Привет. Как он? Он нам нужен живым, чтобы получить награду. Он выглядит неплохо. Жирный, напуганный. Хорошо, пусть так и будет. На раннем мире, пока мы не получим наше золото. 800 золотых драконов за его поимку. Повезло, что удалось приплатить его на выезде из Юнкая. Удачи на нашей стороне. Но не на его. Нам стоит поискать других хозяев рабов с наградой за их голову. Нет, спасибо с меня достаточно жирных голых мужиков. Они ничего не знают о том, как действительно нужно тратить деньги. Мы купим лучшие вина у лучших девушек. Будем спать в постелях без блох. Звучит неплохо. Кто ест лучшие вина, когда плохие вина так много весело? Я знал, что ты мне не зря понравился. Я к тому, что если у нас есть деньги, то мы можем все. Можем ехать куда угодно. Я могу позволить тебе поездку обратно в Эстерос. В Айранас. Я ничего не слышал от моей семьи с последним годом. Ты имеешь в виду вернуться домой? Там они относились к тебе как к дерьмо. Вышли в ровную тебя, потому что ты влюбился в девушку не из нужного дома. Гвин. Но если не вирает кого любить, твоя семья должна это понимать. В Эстеросе эти кровавые дома. Они все еще и моя семья. Мы и братья и сестры. Они здесь ни при чем. Ну это конечно так. Просто помню. Мы хорошо тут устроились. И теперь мы в любой момент можем разбогатеть. У меня есть тост. За всех нас смертных ублюдков. Да, за нас. Нажмите в нужный момент. Беска мне казалось, что наград за голову без окон означает свободные рабы. Да, из его собственного золота. Тогда что здесь делают чертов и потерянный легион? Это Тазал из Валантиса? Возможно, я позабыл об этом ты. Я же сказал, что если еще раз тебя увижу, Тазал, раз не забавно, как же не сводить вместе так, друзей. Я перевожу ваши гребаные... Перережу ваши гребаные глотки. Я даже рад тебя видеть. Где он? Где кто? Вот. Четыре сотни дракона. Важно быть, они работают на мудрых господ. И это все, что ты получишь. Должно быть восемьсот. Получить четыре. Это больше, чем ты заслужишь. Четыреста. Дай нам восемьсот. Дай нам восемьсот. Не будь засранься вообще здесь, в наемнике. У нас ничего общего. Потерянный легион — это кровь в древней Валирии. И мы закончим. Больше не слышим приказов ночащих свиней. Черт возьми. Забой мы тоже покончим. Ты об этом пожалеешь. Ты просто сделал огромный ошибок, Тазал. Вы тоже будете быть полезны, но это вряд ли. Мудрые господа узнают о том, как Ашер Форестер захватил бы защитного без зака. Какой он не соглашался меньше, чем на восемьсот драконов. И тогда он убил без зерка. Я? В счастливом стечении обстоятельств мы свершили правосудие. Значит, ты крадешь деньги и обвиняешь нас. Убейте их. Скормите эти лапсам. Я прокинусь в стол. Ладно, кто умрет первым? Кто хочет потанцевать в конце моего меча? На конце! Давай, лупась его! Уже лучше. Вот один. Неплохо. Тут как-то много экшена. Не та кнопка! Серьезно? О, боже. Валар Маргулис. Набивай его! Он сломал! У меня есть топорик. Не зря я его убрал, да? Будешь должен. Давай! Ты должен победить! Как иначе-то? Это за Валантис. Бесха. Хватай! Пошел ты! Тазал! Ты бесполезный чертов ублюдо, кашер! Знаешь, что мне-то напоминает тот бордель в Норвасе? Ты убил меня. Я все равно не зря он не остановится. Новую. Тазал! В сторону! Черт, ашер! Я руку с клавой убрал! Ашер! Вами богов огня! Что тут происходит? Тон, черт побери, такое мой дядя! Все хорошо, что хорошо кончается. Вскрепление идет. Нужно уходить. Давай же! Малькольм! Он пустой, да? Проклятие. Нам нужно уходить. Малькольм, прекрати, ашер. Я рад, что нашел тебя, мальчик мой. Слишком поздно. Что ты здесь делаешь? Твой брат Этон прислал меня. Я здесь, чтобы забрать тебя домой. Я так и знал, что в начале каждого эпизода будет вот это вот. Как в начале каждой серии сериала. Только вот этот дядя долго слишком ехал. Они сейчас вернутся, а этот Этон уже сдох. Но возможно они захотят отомстить. Но этот реально не похож на психа Ашер. Как они говорили. Ты что, он опасный псих. Эпизод второй Павшие лорды. Ашер. он в труповозке что ли почему-то мухи это не тот как вонаре родрик родригес опарыши до родрик вот форестер кролевский тракт он выжил осталось недолго мне кажется лучше помолчать проклятые проклятые форестеры и приспичило же жить так чертовски далеко прокинуть то есть он как раз живет ой везет это его отец отец увезет их домой это от близнецов из умертвых дома форестер вроде знатную судя по виду хорошо берем ну они не бесплатно так сколько заплатите за них сэр ройланд снова ты я дома ты привыкнулся с умничной долей у тебя хотела яиц путаться я дома терял многих хороших людей и ты посмел прийти сюда заявляю что форестер и взглянись на их цвета уходи сейчас же отлично тогда сброшу их реку вернемся еще раз больше этих стен не покинешь понял да я понял живы просите сырья не волнуйся седьмое пекло все взялась и этот еще жив и ты я родрик 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 боги это ты сидите мастера живее ждите мастера родрик родрикht ворс вы должны просыпаться это макро и молоко пейте ладно давай хорошо роддик не леди у меня сейчас очень деликатный момент дайте ему закончить термин леди настою чтобы ушли родрик что не сделали с тобой эти раны убили бы любого другого мужчину возможно никогда не сможет ходить родрик что с ним он выпил макового молока пожалуйста бросай меня не сейчас и и и и и и и и Убирайся! Я слышал эту песню раньше. Нормально. Родрик, спасибо Богу! слава бога прости-прости не хотела причинить тебе богом и составляйте стрелка копать и насколько все плохо говорит боже я не успел поставить паузу что нога будет болит ладно и творится я выгляжу неважно я бы не осмелилась родрик тебе нужно кое-что знать бастер трусы болтон угрожал забрать его с собой схватил меня этот монстр праскал ему горло делом нитам рамзи перестаем рамзи сплати за садин и обещаю хорошо мы думали почти поймите ты на врача вместе с отцом но теперь вам хочется писал песен для похорон я не могу не плачь и я устроена и спинка я с тех пор как вам погиб все здесь погрузилась нас из реле расположили солдат его и тела даже простолюдин не чувствует себя в безопасности нужен лорд для них ты все еще герои с тобой не пойдут зная себе еще нужно восстановиться со мной все будет хорошо талия вообще-то как раз сейчас стоит собрание в странном зале сюда мне ожидать что ты придешь но если ты считаешь что готов а вот я хочу пойти стать сможешь хотя бы давай выясню а вместе посещал по тебе брать и кинти ты сможешь родрик а не знаю ты сможешь он немного он прошел родрик дай ему трость или я в порядке чем-то это сделала никому позволить тебя в таком состоянии не нужно идти попадешь но ты сам туда пойдешь который называл дорога длинная теперь нельзя упасть у всех на виду ладно спасибо талия готов вот так пошли же все равно может упасть все будут рады значит и вновь поднялся думаю ты увидишь что много изменилось но стена ночный дозор гарет он сам едет нужно посмотреть черный замок сессии так вот она обитель ночного дозора рекрут у ворот а новенький не так ли еще один из хладнопалого на шаг на лошади но почему с ним никто 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 не говорит пострелить гиганты не так ли я не ты новичок здесь чтобы облачиться в черное что у тебя такой вид да так и есть так и я не думал я не думал я сам чеснячок хладнопалый он тебе нужен и занимается всеми новыми рекрутами кто здесь хладнопалый он там говорит что мы все мы новые рекрут ходячие петлицы да и ему тебя запугает такой у него характер ясень на и вроде плохой парень это здесь не приветствуется как девчонка скорее как одичалая девчонка а с бочками что можно сделать теплая добрый вечер выхладнопалый рекрутиз приходят тренируются сражаются и дохнут а кто ты мальчик агарт тату на фьюте тонкан тату кастыла новая гарри тату из айрон раса и как племенник костыляна угодил на стену ты вор насильник я убил человека убившего мою семью значит ты по крайней мере умеешь драться а еще это не лжец сир от Дункана тату костыляна дома форестеров Мой дядя написал в ночном дозору. Пишет про всякую ерунду, затем просит произвести тебя в разведчике. Вот это рыцарское звание. Так что видишь ли, Таттл, я знаю все о тебе. Ты убийца. Даже если ты недостаточно смел, чтобы сознаться. Да, сэр. Итак, твоя тренировка начнется завтра утром. А сейчас тебе нужно найти койку и плащ. Понятно. Ой, Таттл. Рано или поздно ночной дозор станет твоей смертью. Когда она придет, постарайся, чтобы она была быстрой. Спасибо за утешение. Спасибо. Думаю, на этом можно закончить. Пока. Всё. Всё. Продолжение следует...